Всем привет, друзья! Сегодня снимаем программу тренировок Данька. Данёк, что это будет за программа? Эта программа будет исключительно по стритлифтингу. Здесь не будут никакие упражнения из зала, здесь будут только подтягивания и отжимания на брусьях. Больше ничего. Как вы знаете, Данёк у нас стал чемпионом Эстонии по стритлифтингу, абсолютным чемпионом. Он выиграл турник и также занял первое место в двоеборе, турник и брусья. И вы просили его программу. Мы снимаем, давайте начнём. Друзья, в первую очередь нужно понимать, что во всём, и в бодибилдинге, и в стритлифтинге, в любом спорте играет первую роль генетика. Если у вас генетика фиговая, то вы не будете хорошо подтягиваться, вы не будете хорошо отжиматься. Естественно, есть разные генетики. Многие направлены на жимовые упражнения, многие направлены на подтягивания, тяговые движения. Данёк у нас направлен на то и на то. У него в этом плане очень хорошая генетика. Поэтому, если у вас фиговая генетика, вы можете как бы особо не полагаться на программы. Конечно, программы играют тоже какую-то роль, да, они дают там толчок, может, какие-то приросты в силовых и так далее, но генетика всегда идет в первую очередь, поэтому, друзья, посмотрите на широчайшие Данька, посмотрите на его бицепсы, на пригибанку, смотрите, какие у него банки, блин, в 16 лет у пацана, вот за счет чего он тянет и подтягивания, и отжимания, и все, вот, короче, давайте начинаем программу Данька, поехали. Я расскажу про программу, которая была именно для подготовки к соревнованиям, вот, в подтягиваниях было 10 подходов, я старался как увеличить силовые, так и увеличить выносливость, вот, там было, получается, в первом подходе 10-12 повторений, как и во всех остальных, ничего не менялось, вот, вес у меня был 25 килограмм, потому что на соревнованиях именно такой вес использовался, чтобы я был готов, вот. То есть, получается, ты 10 подходов делал, по 10-12 повторений. 10-12 повторений, отдых был в районе 2-3 минут, для каждого по-разному. А сколько ты вообще тренируешь подтягивания дней в неделю? Если именно перед соревнованиями подготовка шла, я тренировал 3 раза в неделю. 3 раза в неделю, то есть остальные дни ты отдыхала, либо что делала? В остальные дни у меня было кардио, вот мы с Андреем бегали, вот, в районе 40 минут у нас было кардио, вот, поскольку я старался еще и восстановиться, чтобы не получить жесткого перетрена перед соревами. Просто бег, да, был? Да, был. И это помогло, вот скажи? Да. Да? Серьезно помогло? Да, я восстановился. То есть, бег обычный помог, как бы, лучше, там, дыхалки, да, и так далее, то есть, выносливость вообще улучшилась. Да. За сколько времени примерно? Ну, буквально за сколько? Ну, за 2 недели. За 2 недели, это круто, слушайте. Также, ребят, хотел упомянуть то, что при подготовке я старался делать первые 5-6 подходов, все по 12 повторений, не спрыгивая, поскольку эта программа достаточно жесткая, как вы понимаете, там идет 10 подходов, и далеко не каждый выполнит ее в полном объеме. То есть, смотрите, первые 6 подходов я делал на максимум, не спрыгивая, остальные подходы я мог сделать, ну, уже от силы, там, 8-10, потом спрыгнуть, 3-4 секунды отдохнуть и добить остальные повторения. А, то есть, получается, первые 6, да, как я понял? Первые 6 я старался выкладываться на максимум. То есть, чисто 12 повторений и не меньше. То есть, остальные все у тебя, допустим, 8 сделал, устал, да, не можешь дальше доделать, спрыгнул, отдохнул капельку и снова доделал там 4, да? Это когда я только начинал подготавливаться, а со временем уже я 8 нормально делал, по 12 без остановки, 8, потом 10 уже шло. Нормально. Слушай, многие, короче, принимают там стероиды к соревнованиям, еще что-то, спортпит какой-то, что ты принимал? Я принимал креатин для того, чтобы увеличить свои силовые, поскольку достаточно сложно заниматься без спортивного питания, особенно, когда вы готовитесь к соревнованиям, это практически невозможно. Либо тут нужно давать больше отдыха, чтобы нормально восстанавливаться, либо вот принимать креатин или какое-то другое спортивное питание. Да, а кроме креатина, что, гейнер, там, протеин, ничего не было? Протеин я делаю сам. Сам делаешь? В домашних условиях, да. То есть, коктейль, да, протеиновый? Да, протеиновый коктейль. А как его делаешь? На мой взгляд, может быть, мы с ними потом отдельное видео. Ну да, кстати. На мой взгляд, это вообще намного лучше, чем какие-то покупные, потому что вы будете знать, что вы туда ложите. Да. Покупном это полная херня. Ну, это более качественно, наверное, да. Там творожок, молочко, все такое. Данек, следующее – это брусья. Программа по брусьям. Сразу хочу сказать то, что в первую очередь я хотел именно занять первое место по подтягиванию. У меня нет цели было выиграть брусья, потому что, ну, на брусьях я делал крайне мало подходов. У меня, получается, на брусьях было по 5-6 подходов. Вес у меня был 35 килограмм. Я старался делать все эти подходы по 15 повторений. 5-6 подходов. Да, и то это получалось далеко не через день, то есть там буквально через 3-4 я делал, то есть очень редко. А как ты это совмещал? То есть турник, а потом сразу же брусья, либо брусья в отдельный день какой-то? Нет, турник и брусья сразу. То есть сразу же. Ну, расскажи, например, понедельник, да, у тебя турник? Смотри, понедельник у меня идет турник 10 подходов. От 10 до 12 повторений я стараюсь делать, да. Потом у меня идут отжимания на брусьях, как я сделаю турник. Там идет 5-6 подходов с 35 килограммами. По 15 повторений, все. Вот, вторник у меня бег. В среду опять силовая тренировка. Опять такая же, как в понедельник, да? Да. Ну, турник и брусья. Да. В четверг кардио, в пятницу опять силовая тренировка. И опять турник и брусья, да, получается? То есть ты все время совмещал и то, и то? Да. И суббота, воскресенье отдых? Субботу мог сделать либо кардио, либо тоже силовую тренировку. А воскресенье отдых? Это по желанию, да, воскресенье и отдых. Понятно. Друзья, если вам нужна реально проверенная программа тренировок, по которой мы занимались на марафоне, также она теперь есть на сайте. Вот вам скрины тех отзывов, которые люди оставляли, реальные люди, которые получили просто хорошие результаты. Вот они, смотрите. Короче, если вам нужна эта программа, то переходите по ссылке в описании на сайт archomoris.com, покупайте, и у вас 100% будет успех, независимо от генетики. Такая вот программа получилась от Данька, если вы хотите увидеть программу тренировок Данька по выходам силой, сколько ты выходов делаешь за раз? 25 где-то. Блин, 25, почти мировой рекорд, ё-моё. Но это не такие чистые, да, немножко грязные, немножко грязноватые, конечно, но парень близок к успеху. Поэтому, если вы хотите программу тренировок по выходам силой, поставьте, давай, 4000 лайков, хватит? Давайте 5000 лайков. Давай 5000 лайков, и мы снимаем новую программу по выходам силой. Погнали.